Кировская область 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 А тут ещё интересно, от чего зависит. Погода меняется, и зоны меняются, перемещаются, усиливаются, уменьшаются. Ещё и с погодой. Или от зоны зависит погода, или от погоды зависит зона. Ещё это интересно тоже. Конечно. А скажите, как, на ваш взгляд, люди, которые интуитивно чувствуют излучение от Земли, а точнее надо говорить не излучение, а перепады излучения, перепады. Полшага сделал, перепад, полшага сделал, на другой бок повернулся, перепад. А скажите, это люди как раз, ведь для меня пчеловоды, это все экстрасенсы. Вот. Нет, нет, пчеловоды нет, далеко не экстрасенсы, я проверял. Они не могут повторить, что они, это вот я... Так откуда интуиция, что они правильно улиц ставят? Это, знаешь, и, кажется, напрямую сказать, это и Бог помогает, или ангел помогает. Кому-то, кто-то человек не вредный, ему просто помогает, этому человеку, а другому не помогает. Вот это ещё может быть загвоздка, это ещё дальше, как надо думать. Ну, это ладно. Самое-то главное, я хотел узнать от вас, есть ли возможность это излучение, но вы ничего не сказали. И не скажу, потому что это не моё. Моё дело упредить людей, научить, научить, упредить их. Раньше я тоже пытался упредить людей, там, значит, переставьте кровать, толку до того никакого нету. Есть, толк есть. Нет, вот вы смотрите, давай, допустим, свою дару кровать, проверьте, у вас, значит... Хорошо, давайте так, мы сейчас заканчиваем разговор, знаете почему? Во-первых, сейчас он, мой этот фотоаппарат, который с камерой, он сейчас сам отключится, не спрашивая нас, раз. Во-вторых, у меня в машине, я тут по просьбе трудящейся, иногда меряю чужие, вот там у меня лежат рамки. Я их принесу домой, я прекрасно помню, где у меня были геопатогенные зоны, вот, я ещё раз перемерю квартиру. Я заранее уверен, что ничего не изменилось. И знаете, что ещё попробуйте, возьмите любое, два стекла, любые размеры, положите там ножки, что там есть, зеркала или что, положите друг на друга. Самое-то главное не зеркало, а самое плоское стекло, два чистых, ну, два стекла, но только, чтобы они были не мокрые. И положите, вот, значит, найдите зону, положите на эту зону стекла и посмотрите, значит, как она перекроет, это стекло. Я пробовал многие-многие вещества, но там это дешёвое и эффективное получилось стекло. Значит, стекло и можете карбонат попробовать. Так, 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 смотрите ещё раз. Значит, сейчас мы отключаемся, через минуту. Значит, я привезу из деревни, у меня там пару стёкол найдётся, я их привезу в город, положу прямо на геопатогенную зону, там, где у меня совсем рядом лежу, голова полметра, вот, положу, померяю, слава богу, навыки я не потерял, я постоянно работаю рамками. Я сразу вам что хочу сказать. Значит, за пределами стекла, за пределами стекла, всё это, значит, мощность стекла, поток упирался в стекло, будет с края стекла вытекать. Если ваша голова, вы положите на стекло, а шея будет лежать в этой, как раз на обрезе стекла, у вас ещё хуже будет. Учтём, учтём, учтём. Я же, это, любознательно, меня завести легче, чем будильник. Так-то, и если из кусков собирать, это тоже, я нашёл способ, как это сделать, и его не просто так не соберёшь, бесполезно, потому что вытекает на краях стёкол, вытекает излучение. Мне надо сам факт, я не совсем вам верю. Понимаете, возможно, у вас особое место, особый случай. Излучение, оно от чего угодно бывает. Мне просто заставило жизнь это всё искать. Я ведь не исключаю, что у вас ещё излучение не снизу, а с космоса. Я и это не исключаю. Нет, тут излучение-то идёт не сверху, а идёт из земли. А, это ещё надо доказать. А это ещё вопрос. А вот стекло положите, а вот положите стекло и докажите себе. Хорошо, положим по рукам. Я обязательно это сделаю. Обязательно. Ну, надо, в общем, звоните, если там что. Нет, давайте так. Мне надо, я только так, я даже... Вот вы первый мне по WhatsApp-у можете? Первый, потому что я не умею. По WhatsApp-у пару слов. Фамилия, имя, отчество. Кировская область. Пчеловод-экстрасенс. Как угодно. Ну, чтобы я знал, что вы это вы. У меня памяти нет. Я через час могу всё забыть. Я могу к вам родственника послать. Он живёт там недалеко от вас. Вас в Саеногорске. А зачем? Так нет. Объяснить вам. Не-не, это... Я люблю всё своими руками делать. Давайте так. Вы мне пришлите, чтобы с вами связь была. Пришлите по WhatsApp-у. Фамилия, имя, отчество, если кто вы есть. Я WhatsApp-ом не занимаюсь. Я разговариваю с вами по кнопочному телефону. Это мне не... Ой, жалко, 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 жалко. Ну, тогда смс-ку пришлите. Смс-ку. Поймите, я живу без памяти. У меня своя, это... Своя специфика. Телефон, который я разговаривал. Мне нужно, ещё раз, фамилия, имя, отчество. Область... Адрес не обязательно. Кировская область. Там силовод-экстрасенс. Чтобы у меня застряло в голове. Поймите сейчас ручку и карандаши пишите. Ничего я не могу сейчас записать. Понимаете? Ну, тогда у вас номер пробит. Меня зовут Николай. До свидания. Ну, ладно, ждите от меня реакцию, хорошо? Ту самую, которую это... Я найду стёкла, я возьму рамки, маятник, я всё померю, всё проверю. Вот. Маятник хорошо будет реагировать на границы. Это можно, допустим, положить хоть что. Металл там даёт, допустим, алюминий даёт 20 сантиметров. Руберой иногда даёт 10 сантиметров защиту. Значит, это, допустим, в венгерском кабинете фартук из свинца даёт там 40 сантиметров. Пенопласт толщиной 5 сантиметров даёт, значит, 40 сантиметров защиту. Стекло даёт 90 сантиметров защиту. Карбонат даёт 40 сантиметров защиту. Человеческое тело даёт тоже защиту. Хорошая, значит, спать будешь на женщине, то оно в живом теле тоже останавливается. Значит, ну, что ещё? Вот какой-то материал такой найти, чтобы он был эластичный. И этот... Карбонат, если взять, значит, его... И замнёшь карбонат, он... Этот, поликарбонат, он тоже сразу в этих заминке, он прошиваться. Стекло из ломашки, он тоже всё прошиваться. Надо что-то такое бы и мягкое, и эластичное, и хорошо держало. Ладно, поговорили. Я очень рад, что вы отозвались на мой этот... Первую главу книги. В интернете-то многие об этом разговоры-то ведут, что-то толкового-то ничего такого... Я не от кого, а только рамки, да, эти вот такие ферни. Не рамки, а пирамиды, да, всякая херня. Что-то ничего толкового-то не придумали. Ну, и убедить других невозможно. У кого-то получается и пирамида. Я просто пирамидами не занимался. Ну, давайте, всего хорошего. Давайте, пока. Спасибо за то, что позвонили. Что всё-таки реакция была на мой фильм. Спасибо вам. Ну, мне просто интересно, человек-то в этой области... Ну, я просто это уже давно прошёл. Ну, вы мне рассказали много такого, что я не ожидал и даже не знал. Вот за это вам спасибо. Ну, давайте, всё. Удачи. Спасибо вам за это. Спасибо вам за это.